Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Об усопших либо хорошо, либо никак, таково не писанное правило. Но если поток словословия и соболезнований возносит ушедшего столь высоко, что над его головой проступает нимб, трудно удержаться от соблазна испортить эту бочку благоуханного меда. Я часто бывал несправедлив к покойному. Но был не покойный нравственным человеком. Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой самозванец Игуси Крат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Вместе с сотнями достойнейших людей, президентами Обама и Клинтоном, вице-президентом Байденом, Терезой Мэй, Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, Бенемином Нетаньяху, руководителями Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и, наконец, вместе с президентом Украины, свою скорбь по поводу кончины сенатора Маккейна выразил и Комитет по международным делам Российской Государственной Думы. Линия по оголтелому противостоянию с Москвой была достаточно большой частью его деятельности в Конгрессе и в Вашингтонском политикуме. Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу. Американский народ пока слишком подавлен случившимся, поэтому вряд ли расслышал. А может быть, одних соболезнований просто недостаточно? Вот как надо. Латвийская новая консервативная партия обратилась к мэру столицы Нилу Ушакову с предложением переименовать одну из рижских улиц в честь американского сенатора Джона Маккейна. Глава фракции в местном парламенте Янис Борденс написал в соцсети Facebook «Маккейн всегда боролся с авторитарными режимами, остро критикуя руководство стран, которые игнорируют неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью». Отметим, что в Риге уже существует улица Джохара Дудаева, бывшая аллея космонавтики. Да что там улица? Вот в Ханое, столице страны, которую когда-то бомбил покойный, открыта книга соболезнований, где каждый желающий, не стесняясь слез, может выразить восхищение беспримерным мужеством Джона Маккейна. «Мне он нравился. Он всегда понимал разницу между добром и злом. Он смог примириться с вьетнамским народом во имя лучшего будущего для обеих стран. Надеюсь, благодаря Маккейну США и Вьетнам больше не будут воевать». Пожалуй, ведь покойный делал все, чтобы следующая война в этом регионе была вьетнамско-китайской. На фоне резкого обострения отношений между Ханоем и Пекином, Маккейн привозил сюда крупные оружейные контракты. Просто политика, ничего личного и, кстати, никаких извинений. В конце концов, 3 миллиона вьетнамцев или 500 тысяч жителей Камбоджи, погибших под американскими бомбами, напалмом или дефолиантами, уже ничего не смогут возразить. Да и в тюрьму, где держали сбитого летчика Маккейна, сегодня все реже возят вьетнамских пионеров. Ну, а дети и внуки той войны нередко сами глубокие старики. «Я пошел воевать в 1972 году. Через год после возвращения у меня начали проявляться признаки отравления, вот такие наросты на коже. Плюс к этому выяснилось, что я больше не могу иметь детей». «После войны мы собирали металл по окрестностям и пили воду из ручьев. Из моих семерых детей четверо подверглись действию диоксина. Один из них умер». Сын адмирала и внук адмирала, в честь каждого из которых сегодня названы боевые корабли, после возвращения из плена Маккейн превратился в ходячий символ американского империализма. Это был человек-война. Не случайно последний 700-миллиардный бюджет Пентагона назван друзьями-сенаторами в его честь. Взяв в жены дочь пивного магната, Маккейн мог уже не думать о деньгах и полностью отдаться любимому делу жизни – борьбе с коммунизмом. В 1982 году он выступает за интервенцию в Гренаде, в 1983-м за финансирование и вооружение ультраправых группировок в Латинской Америке, в том числе эскадронов смерти в Колумбии, Сальвадоре, Никарагуе и Гватемале. Годами заседает он в американском представительстве Всемирной антикоммунистической лиги «Вакл». В 1989 году выступает за вторжение в Панаму, в 1991-м за вторжение в Ирак, за бомбардировки сербских позиций во время войны в Боснии в 1995-м, за бомбардировки Белграда в 1999-м. Что мы должны сделать? Победить любой ценой. Неудача вдохновит тиранов и диктаторов по всему миру и нанесет тяжелый удар по авторитету НАТО. Мы должны обрушить на сербские силы в Косове и в самой Сербии всю мощь американской авиации. Мы должны поразить все важные цели, включая коммерческие объекты, правительственные здания, сети. Жертвы среди гражданского населения неизбежны, но именно поэтому мы пытались избежать войны. Неугомонный старик никак не хотел уходить на заслуженный отдых. Подобно другим пенсионерам холодной войны, Бжезинскому или Соросу, работал, не покладая покалеченных рук. В 2001-м выступил в поддержку вторжения в Афганистан. В 2003-м одним из первых требовал бомбить Ирак, Корею, Иран. В 2008-м он подбадривается Акашвили и в знак поддержки отправляет жену в Тбилиси. Я говорю с сенатором Маккейном по нескольку раз в день. Он очень помогает, поднимает наш боевой дух. Мне кажется, он больше занимается Грузией сегодня, чем предвыборной компанией. Утверждение, что Маккейн всецело поглощен национальной безопасностью, легко подрывается тем, как он произносит фамилию грузинского президента. Бомбить Ливию, бомбить Сирию, бомбить Китай, если дойдет до обострения в Южно-Китайском море, бомбить и обстреливать Донбасс, бомбить кого угодно, лишь бы бомбить. Потому что это дает заказы корпорациям Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Ration, BAA Systems и другим. Военно-промышленный комплекс, вот от чьего имени выступал покойный. Завидовать такому мужеству, восторгаться таким патриотизмом. Но по-настоящему страшно другое. Страшны то единодушие и та солидарность, с которыми утрату оплакивают и американские обыватели, и американские политики, как правые, так и левые. Ни один голос не нарушил симфонию корпоративного патриотического единения. Умер один из наших, мы сейчас его на тот свет отправляем. Надо будет на кладбище сказать какую-нибудь чепухую. Он был моим другом. Я знал его много лет. Мы работали вместе. Джон был консервативен, но он был очень честным. Мне будет не хватать его. Я восторгался им всю свою жизнь. Все, кто обвиняет его в разжигании войн, вы просто не понимаете, о чем говорите. Перефразируя Шекспира, мы никогда не встретим подобного человека. Маккейн умер, но дело его живет. Даже свой последний путь он проложил по линии фронта. Сходя во гроб, сенатор благословил всех, кого заметил и приютил, на борьбу против тех, кого победить так и не успел. А значит, и его похоронный марш прозвучит для кого-то походным. Остерегайтесь политиков и проповедников капитализма. Они прямые потомки тех лицемеров из прошлого, что столетиями удерживали свои стада в покорности с помощью патриотизма и религии. Так они получали все блага для себя, выдавая на растерзание волкам своих безропотных овец. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому. Продолжение следует...